Привет! Давайте сегодня посмотрим модель, коробку от Звезды. Элефант, немецкий истребитель танков. Элефант Тангистроя, СДКФЗ-184, в 35-м масштабе, каталожный номер, артикул 3659. Значит, модель от Звезды, ну, относительно новая, в принципе, два варианта их выпускается, скажем так. Итак, прототип был известен в двух основных вариантах, Фердинанд и Элефант. И, соответственно, Звезда выпускает Фердинанды, которого она разработала в 2017 году. И вот вариант Элефант, которым она разработала в 2019 году. До этого Звезда делала, выпускала модель самоходки Элефа Фердинанд. Но это был перепак достаточно низкокачественной модели от фирмы Толерии итальянской. И вот как раз в 2017 году у нас у Звезды есть своя собственная разработка, свой, собственно, Фердинанд и Элефант в обоих вариантах с двумя разными каталожными номерами. Соответственно, что можно сказать по прототипу? Во-первых, конечно, самоходка является вариантом широко известной самоходки, модернизированным вариантом, широко известным тяжелым истребителем танков Фердинанд немецким. Соответственно, их можно только в комплексе рассматривать, так как по факту, но Элефант это просто модернизированная самоходка Фердинанд. Соответственно, что история у нее довольно известная, несмотря на то, что всего за всю Вторую мировую было около 90 штук этих самоходок было произведено. Но, тем не менее, они создали себе достаточно громкую известную славу, раскрученные, узнаваемые, по ним сделана куча вариаций различных моделей и так далее. В общем, все про нее знают и так далее и т.б. Поэтому, наверное, прям сильно долго рассказывать про прототип не буду, наверное, скажу только основное, что самоходка как появилась, как, собственно, наследие разработки Фердинандом Порше. Ну, тем самым Фердинандом Порше или Порше, я уж правильно не помню как, который, собственно, известный, им носит известный бренд автомобилей сейчас, который занимался много производством, разработкой гоночных и потребительских автомобилей. И, в общем, соответственно, у него был концерн с его именем. И вот, собственно, во время Второй мировой войны, собственно, перешел он на военные рельсы и стал, собственно, заниматься разработкой и военной техники. Помимо всего прочего, он участвовал в разработке проекта немецкого перспективного тяжелого танка, который впоследствии получил наименование «Тигр-1». Соответственно, было в основном два варианта предложено проекта тяжелого танка, который впоследствии стал «Тигром». Соответственно, вариант от Порше и вариант от фирмы «Хеншель». Так вот, в итоге вариант от Порше на конкурсе проиграл. Ну и, соответственно, несмотря на это, так как, собственно, лично Гитлер благоволил Порше, как, ну, как, в принципе, наверное, можно его сказать великому конструктору, это различные техники, так что, соответственно, совсем Порше решили прям не задвигать. И плюс он успел уже, видимо, уверенный до этого своей победой на конкурсе на своем заводах произвести около как раз, ну, какое-то количество шасси готовых для своего проекта «Тигра». Соответственно, успели изготовить, я помню, в металле, по-моему, только один рабочий «Тигр» Порше, а перешли к проекту, приняли как основной проект «Хеншеля». Соответственно, тот самый «Тигр-1», который мы все знаем, его силуэт тоже такой же раскрученный, даже более, наверное. Ну, вот, а с оставшимися шасси, которые Порше успел изготовить, собственно, уверенный в своей собственной победе, которая у него не случилась, решили, после некоторого осмысления, там и лично Гитлер принимал в этом участие, его, так сказать, и министры, и функционеры от армии, и от промышленного комплекса, решили, что надо, собственно, утилизировать, как созданные шасси Порше и превратить их в тяжелую самоходку, тяжелый истребитель танков, придумать, как установить на него тяжелую противотанковую пушку 88-мм ПАК-43, соответственно, так как, и сделать из него вот такой тяжелый, мощный истребитель танков, об этом, собственно, сказали Порше. Ну, он, собственно, согласился, там была такая кооперация нескольких концернов, нескольких известных немецких заводов, конструкторов, которые занимались, в принципе, тем, что как переоборудовать проект Порше тяжелого танка, не удавшийся, в самоходку. Вобственно, вот, собственно, результатом вот этой длинной, так сказать, череды событий и стала, собственно, разработанная самоходка «Фердинанд». Самоходка «Фердинанд», она по очертанию практически такая же, соответственно, за все время их было выпущено около 90 штук. В принципе, если говорить про «Фердинанд», пока не переходя к «Элефанту», так это, в принципе, почти одно и то же, то есть я там использовал шасси вот этого неудавшегося танка «Тигр-1» от Порше, соответственно, у него интересная компоновка, у него двигательный отсек, собственно, вырабатывающий крутящий момент, находится, можно сказать, в передней средней части корпуса, вот здесь. У него используется электромеханическая трансмиссия, то есть они механические, как обычно на большинстве танков, соответственно, сначала крутящий момент силовой передается на генераторы, а уже генераторы, которые вот находятся где-то вот здесь, вот в середине, там передают его на электрические двигатели, непосредственно, которые находятся вот здесь, где-то в корме, под боевым отделением, и они уже непосредственно крутят ведущие звездочки, собственно, и передавая усилие на вращение гусениц, ну, в движение, скажем так. Помимо этого, подвеска использовалась нетипичная, непростая торсионная, там поперечно-горизонтально расположенные торсионы, тележки и так далее. Из знаменательного по данной самоходке, очень тяжелое у него было, ну, в принципе, бронирование, как лобовое, как и бортовое, например, лоб бронировался у нее по большей части проекции 200-миллиметровой толщины броней, то есть, ну, была такая достаточно чудовищная толщина брони, из которой простекали многие качества, но помимо того, что из забавного, то есть, боевое отделение, частично экипаж находился в просторном вот этой боевой рубке, которая на корме находилась, да, потому что, собственно, пришлось переносить, собственно, башня-то у Порши, конечно, находилась впереди, у его Тигра Порши, но когда оказалось, что такое массивное орудие невозможно просто никак в башню в эту разместить, соответственно, пришлось боевую рубку переносить назад, фактически над электрическими двигателями, а вот двигатели, собственно, силовые, бензиновые переносить, собственно, вперед, ну или в середину, при этом водитель, механик и стрелок-радист, они так и остались в передней лобовой части, вот здесь их люки, соответственно, в то время как остальной экипаж, он находился сзади в боевой рубке, то есть, сообщения между двумя передними членами экипажа и задними фактически не было, так как их там разделял двигатель и там большое количество других агрегатов, вот такое вот было довольно странное решение, ну, как странное, необычное решение применено, вообще это было очень характерно для проектов Порши по бронетехнике, как и, собственно, проект первого Тигра, так вот самоходка Фердинанд и второй Тигр, он использовал довольно-таки инноваторские, необычные, нетипичные для того времени ВПК конструкторские решения, но они зачастую у них были большие плюсы, так, например, вот много хорошего сказано о подвеске Фердинанда и Тигра Порше, да, которые были достаточно долговечными, рабочими, обслуживались не так сложно, как, например, подвеска Хеншелевского первого Тигра, очень, в принципе, было легко управление танком за счет этой электромеханической трансмиссии и так далее, но при этом это все давалось, то есть тяжелой ценой, благодаря тому, что это было сложное производство агрегата, они требовали дорогих, редких материалов, которых все больше и больше к концу войны, рейх остро в них нуждался и испытывал дефицит, поэтому, соответственно, вот эти сложные, новаторские и интересные решения Порше, они просто, ну, во многом были неприменимы при массовом производстве бронетехники, которые нужно было упрощать, делать ее более какой-то универсальной, менее затратной по каким-то ценным производственным ресурсам и так далее, так что вот всего лишь около 96, хотя самых переоборудованных из шасси Тигра Порше, самоходок Фердинанд было сделано, соответственно, в 43-м году они поступили на вооружение, в 44-м году проведена и была глубокая модернизация, ну, как сказать, не такая уж прям сильно глубокая, но определенная модернизация по том уголослокации, эксплуатации, которая была названа «Элефант», то есть Фердинанда из названия, ну, собственно, Фердинанд, он это из-за Порше и назвали, собственно, в знак уважения лично Гитлер настоял, ну, вот ко второй модификации слово, фамилию, точнее говоря, имя Порше убрали, оставили только «Элефант», но хотя, в общем, по некоторой информации, немцы в основном до конца войны чаще называли эти самоходки «Фердинанд», так как это название прижилось лучше, значит, что еще можно по ним сказать? Да, «Элефант» от «Фердинанда» оригинального отличается, у него самое заметное отличие – это появление пулемета в лобовой проекции вот здесь, то есть стрелок радистом управлял, у него поменяли, развернули, наоборот, вот этот щиток на пушке, так как, в принципе, по результатам боевых каких-то столкновений оказалось, что оригинальная формула здесь щитка, она недобеспечивает достаточную защиту, и просто перевернули, оказалось, что так работает лучше. Ну и вот появилась командирская вот эта башенка фиксированная с перископами, тоже ее не было, ну и там дополнительное уширение гусениц, какие-то там дополнительные внутренние не особо видимые глазу изменения, но еще и с заметного, да, появления цемерита, вот мы видим, что четко влечимый на бокс-арте цемерит, он появился именно на «Элефанте», и на всех «Элефантах», я так понимаю, модернизированных после 1944 года он уже был, соответственно, видимо, до конца войны они с ним и ходили. Ну что если еще, опять же, долго все говорить, потому что, да, про «Фердинанда» много информации, это, в принципе, такая же неизвестная машина. Боевой путь тоже был у этих машин, ну, достаточно такой известный, то есть они дебютировали на Курской дуге, где их использовали массово, то есть там достаточно, собственно, проявили они там себя. Ну, во многом, как сказать, использовали их неправильно, так как по факту данная самоходка, она больше тянула на роль такого снайпера дальнобойного, да, который мог издалека, по идее, поражать танки противника, при этом благодаря своей толстенной броне в лобовой проекции вам часто оставался неуязвимым, а на Курской дуге их во многом использовали как наступательное вооружение, соответственно, у «Фердинандов» оригинальных даже не было курсового пулемета вот здесь, и, соответственно, данные машины, так как они были тяжелые, и, несмотря на все, как бы не особо поворотливые, маневренные, и, соответственно, машины при наступательных действиях часто попадали на мины, проваливались в какие-то заграждения, рвы, там, ямы, где просто теряли подвижность и даже не имея возможности хоть как-то обороняться посредством курсового пулемета, которого, опять же, не было на оригинальном «Фердинанде», часто они захватывались либо подрывались экипажами, то есть большинство «Фердинандов» на Курской дуге было потеряно именно так, хотя в целом в остальном машина, конечно, была страшная для советских танков, она, так как и для танков-союзников, соответственно, она пробивала практически до конца войны почти любую бронетехнику в Союзе, советскую и союзников, при этом зачастую очень часто оставаясь очень трудно поражаемой для большей части орудий, соответственно, антигитлеровской коалиции, особенно в лоб, то есть была большая сложность с этими самоходками, то есть при грамотном использовании щита побед у экипажа этих самоходок, они, конечно, были достаточно большими, в том числе даже до десятков танков противника доходили щита у одного, могли доходить у одного экипажа, то есть, соответственно, ну, все это, конечно, нивелировалось тем, что самоходок этих за всю войну было менее 100 штук, несмотря на то, что последние самоходки использовались буквально чуть ли не при обороне Берлина, но по факту, конечно, они очень быстро выбывали по ходу боевых действий, и, собственно, и на Коской дуге было потеряно много, и в Украине было много потеряно, какие-то они были потеряны в Италии, где они тоже действовали против десанта союзников, ну, соответственно, тем не менее, вот именно благодаря вот этой вот своей, скажем так, огромной поражающей силе танков, вот этого орудия, с тяжелым бронированием, эти самоходки, они стали очень известны, потому что, как бы, слухи, собственно, ходили, о них на фронте гораздо, скажем так, больше их циркулировали, нежели, собственно, сама эта самоходка была опасна, да, по причине своего малочисленности, но, тем не менее, слухи постоянно циркулировали о наличии у немцев такой самоходки, которая пробивает все, и которую практически невозможно с ней ничего сделать зачастую, потому как, например, пробить ее зачастую можно только если бить по ходовой части, куда-то в какие-то уязвимые сложные точки, а вот просто в лоб, ну, сложный. Соответственно, зачастую Фердинандами, например, на Восточном фронте называли чуть ли не любую самоходку с задним расположением рубки, которая хотя бы издалека на этот самый Фердинанд похожа. Ну, как говорится, да. Ладно, это очень большая такая, скажем, ну, забавная, интересная тема по этим Фердинандам, элефантам, но, в принципе, надо набор смотреть, поэтому давайте смотреть коробку. Значит, Бруксарт, как мы видим, да, звезда рисует на итальянский, видимо, элефант, так как, в принципе, элефанты конкретно уже модернизированные, их много появилось именно в Италии, хотя они не только в Италии использовались, они использовались и на Восточном фронте тоже. Значит, что у нас, помимо этого, значит, стандартная коробка звезды новая, боковики, значит, краски Томея и звезда, не очень их много, рисунок с декалью, соответственно, всё остальное стандартно, готово, 300 деталей, ну, так, в принципе, плюс-минус, не то чтобы очень много, не то чтобы очень мало, и длина готовой модели 23,3 см. Ну, кстати, мне почему-то казалось, что Фердинанд был длиннее, но, может быть, и нет. Ну, и с другой стороны, собственно, вот мы видим боксарт того самого нового, звездовско разработанного, оригинального Фердинанда, то есть, вот видим, как раз на бокс-карте, скорее всего, изображена курская дуга, или что-то такое, соответственно, можно увидеть, что по-другому щиток пушки расположен, вроде бы, насколько я понимаю. Отсутствует пулемёт, соответственно, отсутствует снирик. Вот как раз о чём я и говорил. Давайте заглядываться в коробку. Коробка стандартная звездовская какая-то, если честно, вот до сих пор, не понимаю, звезда экономит на этих коробках с боковой загрузкой, из которых тяжело, по-моему, зачастую что-либо извлечь. Почему просто не делать с верхней, не знаю. Но, видимо, только самые дорогие пафосные наборы звезды удостаиваются такой честь. Так, внутри вторая коробка. С верхней такой загрузкой, значит, открываем коробку, что видим? Значит, пластик, ванна корпуса в одну деталь, пакеты. Тут, кстати, звезда расщедрилась, и я смотрю, пакетов у нас не по звездовскому обыкновению много, то есть запаковано не всё в один, что довольно забавно, кстати, потому что даже более поздние модели зачастую не получали вот такого вот внимания от звезды. Да ладно, значит, пакет с пластиком, значит, пакетик с прозрачными деталями и декалью, ещё пакеты с пластиком, значит, листок предупреждений, инструкция стандартная, звездовская, вкладка цветная уже есть на окраску, на два, я так понимаю, варианта у нас дам, а потом её посмотрим. И вот тоже нечто совершенно, я бы сказал, необычное, а возможно даже уникальное для комплектации звезды, так называемая декаль на циммерит элефанта, я думаю, её чуть позже тоже обсудим, но начнём по порядку. Собственно, с инструкцией. Тут есть небольшая историческая справка, которая, кстати говоря, я не показал обратную через коробки, действительно забыл. Тут присутствует историческая справка, кстати, достаточно интересная, в принципе, несмотря на то, что короткая. И, собственно, существует снимок готовой модели. Вот, кстати, мы можем увидеть, что тут действительно есть циммерит, соответственно, ну и всё остальное по самоходке. Вот показано, что декаль на циммерит входит, показано сзади, как выглядит это всё спереди и так далее. Ну, вот такой вот элефант. Далее, собственно, посмотрим на какой это вариант, на итальянский или на какой-то другой. Ладно, в инструкции у нас та же самая историческая справка, видно, что два варианта сборки, соответственно, походный и боевой, соответственно, походный в основном зрительно отличается орудием, установленным на вот этот самый подпор для походного положения. Значит, далее стандартная раскладка литников, то есть литников, ну, довольно-таки много по меркам звезды. Можно разглядеть, что сеточка, да, помимо декали, видимо, ещё у нас полиэтиленовая сеточка, которую звезда использует для имитации обычно каких-то решёток на двигателей там сетчатых, ну, в отсутствии у звезды травления, и видим, что вот траки у нас будут полусегментные, то есть полунаборные такие, ну, и продачные детали. Дальше сразу начинается сборка, всё тут по-звездовски стандарта. Кстати, очень хорошо, что это не итальяевский перепак, потому что звезда, насколько я помню, до сих пор выпускает модель первого Тигра Порше варианта, и это перепак Аталери, то есть она не стала делать на базе вот своей вот этой вот разработок по Элефанту Фердинанду, первый по Тигра Порше, так называемый, и до сих пор продаёт итальяевский вариант, который очень старый и очень, в принципе, всеми ругаем за качество, но продаёт она, тем не менее, его по цене вполне себе своих новых свежих моделей, так что вот будьте осторожны, если где-то очень захотите купить звездовский Тигр Порше, лучше откажитесь от этой идеи, так как идея не очень хорошая. Значит, что у нас по сборке? Ну, тут всё очень как обычно, звезда упихивает всё очень меленько, так сказать, на вот такие подсборочки, шаги, в общем, на бумагу опять скупиться, видно, что ванну в одну там собираются крупные детали, крышки там, двигатели там, агрегат на всяких отсеках и так далее. Вот сначала под сборки, потом это отдельно ставится, ставятся детали под звёздочки ленивцы. Вот я смотрю, что у нас, в частности, наклейка того самого циммерита декального начинается непосредственно при сборке, что, в принципе, логично, так как, наверное, именно в эти моменты будет его правильно наклеивать. Вообще, это что-то необычное совершенно для звезды, по-моему, насколько я знаю, это единственная модель звезды, где что-то они такое использовали, технологию этого декального циммерита, так называемого, то есть некий, ну, я так понимаю, технология наклейки декалей, наверное, стандартная, как и для простых декалей, несмотря на то, что, в принципе, я не увидел сейчас у звезды какой-то специальной инструкции по этой декали, то есть, видимо, я так понимаю, технология нанесения этих декалей, скорее всего, наверное, такая же, как и обычных, то есть, сначала отмачивание в горячей воде, потом нанесение. Но, конечно, тут единственное вызывает некоторое сомнение, как это все будет работать, потому что декали крупные, в том числе, ну, то есть, большие пространства по декали тут видны, то есть, соответственно, нанесение таких крупных, больших декалей, даже если они, наверное, плотнее, чем обычные, ну, на самом деле, я подозреваю, что может возникнуть трудности, и, скорее всего, они, наверное, возникнут, но, в любом случае, конечно, правильно, если ими пользоваться, пытаться пользоваться. Я, скорее всего, точно буду пытаться, по крайней мере, хотя я слышал от людей, что лучше уж сразу заняться чем-то другим, то есть, как имитировать самерит шпаклевкой, так и чем-то, возможно, какие-то другие варианты использовать, но, тем не менее, я попробую, как работает, собственно, этот самый звездовский вариант. Кстати, я никогда это, по-моему, не говорил, что, собственно, кто не знает, самерит — это специальное такое минеральное, похожее на цемент или шпаклевку покрытие, которое наносилось на немецкие танки где-то в период, по-моему, 44-го года, возможно, 43-го по 44-й год, я точно не помню, которое призвано было защитить немецкую бронетехнику от, так называемых, магнитных мин. То есть, оружие пехоты противотанковое, то есть, такая мина должна была, соответственно, ставиться на танк за счет, собственно, примагничивания, она, собственно, удерживалась на броне машины, и, соответственно, срабатывая, она, как бы, прожигала броню танка, и, соответственно, вот немецкая ВПК, там некоторые конструкторы решили, что это оружие очень опасное, и нужно даже против него собственную меру придумать, такое специальное покрытие для бронетехники, которые, собственно, которые примагничиваться эти самые мины не будут. По факту, как оказалось, что абсолютно эта опасность этих самых магнитных мил была совершенно необоснованно преувеличена, и спустя год, буквально, наверное, уже к концу, по-моему, 44-го года от нанесения этого цемерита полностью отказались, соответственно, но на машины 44-го года, в частности, вот Элефанты, вот эти самые, которые как раз в этот период модернизировались из Фердинандов, на них, на всех, собственно, этот самый цемерит наносился, поэтому, наверное, конкретно машину модернизации Элефант без цемерита, соответственно, я так понимаю, их просто не существует, так как новые шасси уже не производились после, то есть это переоборудовались оставшиеся старые, соответственно, а всего их было 90 штук, так как, видимо, поэтому цемерит на них, видимо, был, если какой-то и уцелевал в результате боев, то, наверное, до конца войны, но это ладно. Вот с декалями вот такая тема, то есть декали придется, то есть это усложняет сборку определенную, то есть нам уже не получится просто так склеивать танчик, потому что нам на все вот эти панели, требующие этих самых декалей, придется эту декаль, скорее всего, наносить, потому что нанести ее, когда на каких-то вот таких вот плоских поверхностей с каким-то количеством мелочевки, конечно, после того, как мы, собственно, это все уже собрали, всю мелочевку и приклеили, но это практически невозможно, это разве что разрезать эту декаль как-то на несколько кусков, там как-то сдвигать, надвигать ее, но это тяжело, я даже не думаю, это тяжелее даже просто на гладкую поверхность эту декаль нанести, Я думаю, нетривиальная задача, а уж если там уже торчит куча мелочевки, то это вообще невозможно. Так что, в принципе, логично, что декали СД предлагает наклеивать еще на этапе, собственно, сборки корпуса. Ну вот мы видим тут те самые тележки Porsche. То есть, практически снаружи, когда катки установлены, эта самая подвеска Porsche, она практически не видна. Но, в принципе, вот ее можно разглядеть на этапе, собственно, сборки. Ну, либо делать, может быть, какую-то машину со снятыми, сбитыми катками. Может быть, чтобы там что-то показать такое. Значит, соответственно, вот, собственно, вот эти вот тележки Porsche. Там с продольно расположенными торсионами, которыми он тоже очень гордился. И, в целом, в принципе, за надежность и ремонтопригодность его подвеску хвалили. Единственный был минус, что она была тяжела и дорога в производстве. Да, вот передняя лобовая деталь с установкой шаровой, установка под пулемет как раз характерная. Для Фертинанда в подвижном варианте она тут ставится. Собираются вот тут частично уже звездочки. Соответственно, ну, я как понимаю, зубчатые тут и ленивец, и звездочка, они оба зубцами идут. Соответственно, что еще? Ну, всяческие противогрязевые вот эти самые отбойники, неотбойники. Ну, в общем, и так далее. В общем, сборка, ну, вещает быть веселой, потому что как раз вот придется возиться с этими декалями. Ну, в каком смысле это даже интересно. К четвертому шагу у нас опять начинаются подсборки катков. Катков тут, да, конечно же, это не шахматка тигров. Соответственно, тут как раз опять же плюс был в том, что у подвески Porsche катков было меньше, менять их было проще. Их всего тут не так уж и много, по факту. Соответственно, они ставятся здесь. Опять же, цимирит декаль на плоские поверхности наносится до того, как нам приклеивается к ним всяческая мелочевка. Тут есть какие-то варианты про проколы некоторых моментов, именно, видимо, характерных, я так понимаю, для элефанта каких-то элементов. Ну, вообще, на самом деле, конечно, для такой машины большой можно было инструкцию на большем количестве листов сделать и покрупнее, потому что, ну, чисто издалека смотришь, конечно, ну, довольно некоторые такие сложные тут вещи. Тут и цимирит декали, тут и что-то надо где-то срезать, что-то нанести, поставить, сеточки вставить. И все это довольно-таки мелкими такими схемами изображено, поэтому, ну, немножко, конечно, я бы покритиковал за эту звезду. Ну, вот, собственно, здесь вот эта полунаборная гусеница. Звезда практически во всех своих современных моделях своей разработки делает полунаборные гусеницы, то есть, практически, она не делает уже нигде виниловых гусениц. Это, наверное, плюс, потому что, конечно, провис на, вот, как можно видеть, провис на Фердинанде по гусенице довольно-таки ощутимый, то есть, никаких боковых юбок, закрывающих верхнюю часть гусеницы, нет. Соответственно, гусеница лежит вот так на конках, провисая, соответственно, ну, в виниле это нормально сделает, ну, практически нереальная задача, поэтому в этом плане, конечно, звезда поступает правильно, да и вообще во всех своих новых моделях поступает правильно. Единственное, конечно, собрать такую штуку и покрасить ее потом как-то отдельно, но это, может быть, нетривиально, потому что, да, вот это все хрупкое достаточно, оно собирается непосредственно проклеиваясь, ну, по крайней мере, как я делаю, надеваясь на катки, чтобы принять форму, а потом это все как-то надо еще красить, то есть, снимать это, а оно все хрупкое. Хрупкое — это, пожалуй, самый большой минус, конечно, такой системы. Ну, как бы вот, это, конечно, не рабочая гусеница, тут приходится терпеть, собственно, приходится терпеть. Так, дальше у нас, собственно, ванна, я так понимаю, в основном собрана, появляются детали кормы, появляются над гусеничной полкой отдельными деталями, домкрат, значит, ставится назад типичный немецкий, ну, по мелочевке какие-то держатели, там, так далее, подсборочки с циммеритом тут вот уже, который должен был нанести, кстати, звезда потом увидим в инструкции, рекомендует 12 часов, чтобы высыхал циммерит, то есть, интересная, конечно, тема, но, в принципе, наверное, собирать можно до того, как высохнет, прям уж совсем, но перед окраской рекомендуют это самое, чтобы просох. Ну да, кстати, вот что плюс, что циммерит, конечно, у нас доходит где-то до середины боевой рубки, соответственно, видимо, считали, наверное, нецелесообразным, туда пехотинец магнитной бомбы выше, наверное, магнитной миной выше не дотянется, поэтому вот видно, вот половина циммерита вот здесь, вот, вот эта задняя деталь, вот эта большая штуковина, видимо, для загрузки боеприпасов, собственно, крыша боевого отделения, соответственно, вот неподвижная башенка с перископами, лечок стрелка, я так понимаю, детали, я так понимаю, панорамного какого-то прицела, который там двигался, стеклянные перископы из прозрачного пластика, ну, тут я смотрю, вариации какие-то используются, возможно, перископы частично убирались, соответственно, видимо, какие-то были лючки, которые, соответственно, видимо, перископы могли в боевом положении, я так понимаю, подниматься, в небоевом убираться, то есть даются для вариации пистолетные, я так понимаю, порты или что-то такое, значит, это на корму все боевого отделения, ну, как назад боевого отделения, ну, и начинается вот у нас доза сборка орудия, соответственно, я так понимаю, интерьер у нас, собственно, боевого отделения представлен ровно что казенником орудия, ну, таким минимально, я так понимаю, детализированным, вот, да, вот эта шаровая установка, на которой оно, собственно, там могло двигаться, то есть подвижность, я так понимаю, орудия в рубке у нас сохраняется, то есть, как бы углы возвышения, поворота, я так понимаю, наверное, может быть, даже поворот, хотя вот насчет поворота я не очень уверен, возможно, только возвышение нам оставили, ну, вот, минимальное вот такое вот казенник, чуть-чуть детализированный, возможно, чтобы, если открытый люк там был виден, как-то он чуть-чуть минимально, что-то такое можно сделать, рубка, кстати, да, собирается вся из отдельных деталей, похоже, собственно, на мсту, наверное, звездовскую, то есть, никакой цельной рубки у нас тут не будет, это все отдельные стенки, соответственно, вот, финалочки мы под сборку передней стенки с установленным казенником, вот, пристыковываем к уже собранным остальным стенкам, мелочевка там у нас, получается, поступает туда, ну, собственно, вот эта рубка потом должна упасть у нас непосредственно на корпус и стыкануться с вот этой верхней частью корпуса, ну, то есть, довольно интересно, конечно, потому что, да, полностью из отдельных деталей рубка, да, она потом должна состыковаться без щелей, ну, как бы, единственное, стоит надеяться на то, что, в принципе, современная звезда, она плюс-минус стыкуется нормально и отливается более-менее нормально, по крайней мере, сам стой, например, у нас прям, у меня прям особых проблем не было, хотя там тоже есть куча деталей боевого отделения. Ну, значит, тут лючки какие-то дополнительные, собственно, деталь маски орудия, лючки экипажа, которые в боевой рубке находятся, командир-наводчик, какие-то тут панельки, крышки дополнительные, в пятнадцатом шаге у нас появляются трассы, и трассы у нас, я так понимаю, полностью сделаны из пластика одной деталью, ну, как одной, не считая серии вот эти. Ну, в принципе, если учесть, что второй вариант, как звезда, обычно делает это из нитки, а конфигурация трасса довольно-таки сложная, соответственно, наверное, если делать из коробки, это неплохой вариант. То есть ты просто приклеил, накинул аккуратно этот трос, и всё, не мучаешься, не возишься ни с какими ни нитками, и металлическими трассами тоже не возишься, потому что даже с металлическим трассом тут, скорее всего, чтобы правильно прямо уложить, красиво, наверное, тоже пришлось повозиться. Вот опять же мы видим вариант, видимо, на походные лючки для перископов и на боевые. Соответственно, боевые должны быть открыты в боевом положении. Вот мы видим вариацию на шестнадцатом шаге на походное положение орудия на упоре и на боевое положение, соответственно, дульный тормоз. Дульный тормоз у нас вот, соответственно, дульный тормоз сделан неплохо, то есть у него отдельными деталями сделана только передняя крышка, то есть он не располовинен вдоль. Это, кстати, тоже очень прикольно и технологично, по идее, для звезды-то. Ну, вот этот самый щиток на орудие, на переднюю часть, тоже, видимо, характерно его расположение, я так понимаю, для элефанта. Ну и так далее, собственно. И заканчивается у нас это всё схемой нанесения декалий циммерит. Перед покраской двенадцать часов подождать. Ну, если учесть, что нам много из этого придётся наносить, я так понимаю, на этапы сборки, если не всё, то, конечно, логично, что это в любом случае будет перед покраской. Но, в принципе, деталей, декалий тут довольно-таки много, то есть повозиться придётся. Конечно, я не знаю, как оно будет выглядеть в реальности. Большие декали вообще это всегда проблема. На самом деле, единственное, я надеюсь, эти циммеритные декали, они попрочнее и, может быть, немножко подолговечнее, чем стандартные декали, поэтому будем надеяться. Ну, вот видим, да, вот примерно половина корпуса, как раз этими декалями циммеритом должна закрыться. Так, далее, что у нас? Схема окраски, значит, как я уже сказал, маленькая такая, два варианта. Один вариант у нас дан на, собственно, Италию, 44-й год, барона от сторжения союзников. И второй вариант дан на, тоже на Италию. Да, оба варианта у нас на Италию. Ну, как бы, да, потому что, собственно, они там активно применялись против союзников. Ну, на самом деле, не только, да, насколько я помню, «Элефанты» и на Восточном фронте уже модернизированные тоже применялись, поэтому, ну, вот нам решили дать на Италию, так как, в принципе, на Западном театре военных действий «Элефанты» вроде как более известны и понятны американцам, англичанам и так далее. То есть на экспорт такие модельки можно отправлять, потому что они, в основном, узнали именно данную самоходку уже в апостаси «Элефанта». Потому что, как Фердинанды, они, в основном, появлялись, в первую очередь, на Восточном фронте. Там их, собственно, увидели раньше. Ну, да ладно. Значит, на два варианта камуфляжа дано. Соответственно, один трёхцветный, второй двухцветный. С оба с эмеритом, соответственно, что логично. Ну, размещение декалей, собственно, с краски на... Соответственно, на Атомию, как, собственно, и было уже сказано, и на Звезду. Значит, помимо этого, да, декаль цемеритную я уже показывал. Но можно её ещё раз глянуть, в принципе. Вот так она такая довольно шершавенькая. Чуть-чуть ощущается чуть-чуть более толстой, чем обычная декаль. То есть, вот этот рельеф цемеритный, да, который специальным шпателем, экипажем, ну, или экипажем, или на заводе наносился равномерно. То есть, он, в принципе, прощупывается. Вот эти дырки, ну, не знаю, как они, собственно, вот, например, под болты, там, под всё это. То есть, они прорезаны, по идее, должны быть. То есть, в принципе, оно, наверное, должно как-то работать. Но как оно будет работать? Честно говоря, пока не знаю. Специально в интернете информацию я не искал. Подозреваю, что сложно это будет. Ну, да ладно. Давайте смотреть пластик. Так, по пластику что у нас? Значит, собственно, ванна, которую я уже показывал мельком. Значит, ванна в одну деталь сложной формы, вот с такими вот подпорами, чтобы, по идее, она никак не сложилась при упаковке или отлитее. Соответственно, она не поведённая, вроде как полностью ровная. Ну, деталировка на днище самая минимальная. Тут с таким вот огромной такой панель, я уж не знаю, там, или шлюбля покидания, или что-то такое было. Значит, в штамповке, кстати, как раз 17-й год, да, звезда? Вот, казалось бы, совсем это недавно было, да, уже это 17-й год, так кажется, реально. Ну, и, в принципе, по ванне особо нечего сказать, но ванна как ванна. Значит, что крупные пакеты с деталями в основном всяческими большими. Я так понимаю, в основном разделены ходовая и всё остальное. То есть, ходовые в мелких пакетах, все остальные детали в одном большом крупном. Так. Значит, тут у нас всё-таки упихано, конечно, да. Один большой литник с крупными деталями корпуса и боевого отделения. Соответственно, очень большие такие массивные надгусеничные полки, значит. Что ещё? Задняя часть рубки боевого верха рубки, соответственно. Ну, толкатели вроде как все на внутренних частях. Да, как бы интерьер, конечно, модели никакого нет. Экрипажа, кстати, тоже никакого нет. Ничем оживить из коробки, по крайней мере, не получится. Но, по крайней мере, всё неприятное в толкателе вроде спрятано внутрь. Решётки всяческие, двигательные, так сказать, агрегатные моменты. Боковые какие-то панели корпуса дополнительные, которые устанавливаются. Вот решёточка прозрачная, то есть, в принципе, не глухая. Детали, собственно, щитка вот этого орудия. Возможно, частично они, конечно, может быть, отличны для варианта. Может быть, не используются в элефанте. Ну, вот есть вот лобовая деталь, собственно, с шаровой установкой пулемёта. По-моему, здесь где-то он должен быть. Лучки там, какие-то скобы. Но, в целом, не сказать, что, не знаю, может, выглядит немножко высеватенько. Может, оно так и должно быть. Вот шиповые среди стыковка брони по рубке. Вот тут вокруг них есть какой-то такой рельефчик небольшой. То ли сварки, то ли, я уж не знаю, чего там. Частично тут деталь пулемёта. Ствол пулемёта, ствол колсового пулемёта. Это самое. Конечно же, он не рассверлен. Это понятно. У звезды не особо, чтобы сильно заметишь наличие какого-то многоразумного летя. Хотя, вроде, на каких-то модельках оно, мне кажется, я всё-таки его и замечал. Ну, в принципе, вот так вот всё такое гладкое, в принципе, наверное, наноситься с америд сюда будет. Поэтому, ну, особых проблем не вижу. Так, следующий литник оттуда же. Тоже крупные детали. В основном, значит, вот эта деталь, это передняя деталь, я так понимаю, под которой находятся непосредственно бензиновые двигатели. С воздухозаборниками, там, может быть, там что-то такое. Значит, детали орудия, вот, казённая. Ну, как сказать, условно, да, казённая часть орудия. То есть, можно, в принципе, представить, насколько, насколько массивным было орудие. То есть, его вот казённая часть, она вот уже такая вот большая. Соответственно, вот эта шаровая обстановка. Казённая часть сзади. И в двух половин они отлиты, да. Но это, в основном, конечно, невидимо будет. Это всё внутри боевого отделения. Также можно увидеть массивный, вот, дольный тормоз в одну деталь. Вот, кстати, вот, насчёт многоразъёмного литья. Но, видимо, всё-таки звезда чуть-чуть умеет многоразъёмное литьё, потому что, ну, вот, это явный признак, скорее всего, многоразъёмности. И, соответственно, она осилила всё-таки отлить этот дольный тормоз фактически, ну, фактически в одну деталь, не считая, там, вот этой передней крышечки. Соответственно, вот, никакого располовинивания здесь у нас не произошло. То есть, как говорится, может, когда хочет. И вот, кстати, ещё тоже прикольный момент. Ствол, то есть, основная его часть до дольного тормоза и, собственно, входа его в казённую часть, вот эта вот, она отлита одной деталью. То есть, вот эта вся дубина здоровая, это одна пластиковая деталь. И, соответственно, у нас, как бы, здесь происходит полная победа над располовиниванием ствола. Соответственно, никакого типа теоретически шва у нас на стволе не будет, причём прямо из коробки, без какого-то даже автормаркета. Говорится, звезда смогла. Звезда смогла. Значит, толкатели на внутренних частях. Ну, не знаю, вот, может быть, немножко мне как-то рельефа, что ли, на бронепанелях не хватает. То есть, собственно, звезда, почему декалью сделала цемеритом? Потому что, если бы она не делала, попыталась бы сделать его в пластике, этот цемерит, как, например, это сделано на оригинальной четвёрке. Забыл модификацию, Panzer IV они выпустили с цемеритом, отлитым прямо, собственно, на деталях. То им бы пришлось фактически заново переизобретать все детали корпуса для оригинальной модели Фердинанда. Соответственно, они это, конечно, делать не хотели, хотели по минимуму. Поэтому, соответственно, вот пришли к идее этого, собственно, цемерита декалями. Но, собственно, эта идея не новая. Декальный цемерит не только звездой использовался. Это, в принципе, применяется и разными производителями тоже. Ладно. Помимо этого, ну что, какие-то тут детали для ходовой. Тут мелочёвка, лючки небольшие. Тут какие-то серьги там. Держатели для походного положения, орудия, детали домкрата вот здесь вот. Ну, в основном всё крупное такое. То есть, какие-то там сварные швы кое-где проимитированы на стыках детали и так далее. Ну, ничего плохого не могу сказать. В принципе, достаточно типичная звезда. Значит, это был второй крупный литник. И третий крупный литник с деталями, опять же, в основном боевой рубки. Тут боковая, задняя стенка. Кстати говоря, по-моему, задняя уже была. Я так понимаю, это означает, что у нас... Не совсем... А, нет, задняя, передняя. Нет, тут только корму и... Там, скорее всего, была лопа, а это, скорее всего, корма. Хотя я, наверное, там кормой называл. Ну, да ладно. Не разглядел, значит. Просто боковые, собственно, стенки вот эти с... Я так понимаю, это противопулевые головки болтов, по-моему. Там они что-то держали броню или что-то такое. Вот эти шиповые соединения этих листов брони. Толстые, соответственно, с имитацией каких-то сварных швов. То есть, по идее, они... Ну, как бы детали разделены там же, где, в принципе, и в реальности, скорее всего, эти листы были разделены. То есть, ну, за исключением, что вот здесь, да, шиповое соединение. Как бы оно без шипового, а просто показано, что типа это. Оно тут типа есть. Соответственно, детали лба. Тут задний вот этот вот штуковин, я вспоминаю, это для загрузки боеприпасов, скорее всего. Это, по-моему, тоже кормовая какая-то деталь. Лючки там водителя. Стрелка-радиста. Немножко шансового инструмента. Тут молоточек. Вот еще какие-то там лючки, дополнительные ящики. Соответственно, что еще? Вот те самые троса. Тросы. Вот как им пришлось их сложную, какую форму им сделать. То есть, они вот так аж выпирают. А шлитник из-за этого и загнулся. На самом деле, я, кстати, вижу, что произошла неприятность, как минимум, вот с этой стенкой. Неприятность. Потому что явно она загнута достаточно сильно. Вот эти стеночки, к сожалению, я так бы заявил, возможно, это как раз произошло из-за наличия тросов сильно выпирающих. Но вот видно, что вот эти боковые стенки, они довольно сильно изогнуты. То есть, остается лишь надеяться, что при сборке боевого отделения, при общем склеивании, как бы, так сказать, и такой-то матери, это как-то все-таки выправится, потому что вот видно, что оно бугром, вот видно, идет. Вот эти боковые стенки, я думаю, в реальности, конечно, совершенно ровные были стенки. Поэтому, ну, так сказать, звезда, как сказать, верна себе. Но, на самом деле, не только у звезды происходят такие казусы, что по ходовой части. Значит, у нас два, я так понимаю, нет, не идентичных литника, два разных пакетика с литниками. По ходовой части, соответственно, у нас тут одно, значит, три литничка одинаковых, я так понимаю, с катками, деталями тележек, подвески. Ну, катки с рельефом, причем, я так понимаю, и изнутри, и снаружи он какой-то есть, минимальный. Детали тележек такие вот, ну, еще какие-то там элементы, подвески, в основном, все это одинаковое. Катков не так много на тиграх, какие-то там болты и так далее. Ну, не знаю, почему-то это немножко не покидает ощущение какой-то немножко лусоватости деталей, но я не знаю, может быть, мне это просто кажется, в принципе, не так уж много, не так уж и мало деталей в набое. Может быть, это все и кажется. Так, что помимо этого? Еще литник, собственно, с ходовой частью, но уже другой. К сожалению, не помню конкретно ли это под элефант литнички вот эти, если год на них не написан. Нет, 17-й, скорее всего, те же самые, наверное, возможно, звезда уже в 17-м году деталей закладывала под модификацию элефант. Тут детали, я так понимаю, звездочки и ленивцы, так как, я понимаю, на самоходке и звездочкой ленивцы они оба были с зубцами, соответственно. Вот зубчики, вот так вот они сделаны, в принципе, ничего тут плохого сказать не могу. Ну, говорю, ну, у меня набор покупки, он не 23-го года, сразу говорю, он у покупки раньше, соответственно, качество отливок, оно репрезентативное для, в принципе, плюс-минус готов выпуска моделей, да, прошло уже, в принципе, ну, 6 лет прошло, получается. Соответственно, ну, как сейчас, конечно, выглядят отливки свежие данной модели, я не могу ручаться, но, в принципе, в момент выпуска они вроде бы были бы неплохие. Вот такие вот одинаковые литнички. И буквально последний у нас пакетик сейчас остается по ходовой, это, собственно, сегментные гусеницы. Насколько я помню, у Elephant, по-моему, были какие-то модификации относительно оригинального соординанта по гусенице, по-моему, делали их уширение. Да, вот, в принципе, вот, 19-й год проставлен на штампе звезды, это, скорее всего, означает, что гусеницы здесь, они это учли, и гусеницы тут именно от Elephant, а не от Фердинанда, у которого были гусеницы, судя по всему, поуже. Ну, вот, они сегментные, на них изображен какой-то, в кое-каких местах, как бы, провислость какая-то небольшая, то есть, где, ну, видно, изогнутые какие-то ленты, сегменты. Остальные же даны, вот, отдельными траками, конечно, ни о какой рабочей теории, чувства, не идёт, но, в принципе, собирать вручную, наверное, не так много, единственное, надо делать это аккуратно, как бы, ну, вот. В любом случае, это лучше, чем винил. Гусеницы, как гусеницы. Ну, и, собственно, по обычному пластику это у нас всё. Остаётся у нас немножко пластика и декали в отдельном пакетике. Соответственно, у нас тут присутствует сеточка-политиленчик, стандартная звездовская тема для имитации каких-то, собственно, решёточек, обычно на каких-то воздухозаборах, двигательные отсеки и так далее. Два литничка с... никак не хотят фокусироваться. Два литника с прозрачными деталями. Ну, в принципе, стандартная для звезда тема. Звезда всё-таки кладёт, продолжает, в основном, прозрачку во все свои новые модели, хотя многие другие, даже более именитые, известные производители прозрачные детали тупо не кладут. Это, конечно, плюс звезды. Вот мы видим, что много перископов на элефанте у нас. И совсем небольшая декаль, ну, собственно, и на оригинальных машинах не сильно много было познавательных знаков, собственно, на два варианта кресты. У нас тут два номерных знака и одного варианта, вот, соответственно, какая-то эмблема подразделения. Ну, вот, собственно, и всё, декаль абсолютно стандартная для звезды. Вот, и, собственно, это всё, что по данному набору, в принципе, как он собираться, можно будет узнать только после сборки. Единственное, я могу сказать, что, да, для этого набора уникально для звезды решение с эмеритной декалью. Ну, нигде они, по-моему, такого не применяли и не применяют. Машина сама по себе очень известная, интересная. Хорошо, что звезда сделала свою модель, то есть не стала продолжать продавать достаточно убогие перепаки и талере. Ну, и помимо этого, что ещё? Ну, по крайней мере, выглядит литьё и детализация, и технологии. Вот, единственное, один лить я могу поругать за явное искривление, судя по всему, при упаковке или при упаковке. В производстве литника. А в остальном, собственно, ну, вот такой набор.